Американская ассоциация педиатров провела масштабное исследование и выяснила, что у детей с увеличенными миндалинами показатели умственного развития ниже, чем у здоровых сверстников. Удалять аденоиды ребенку или попытаться справиться с проблемой консервативными способами? Существует ли идеальный возраст для проведения операции? Резать нельзя сохранять. Сегодня вместе с ведущими экспертами в отариноларингологии постараемся поставить верный знак припинания. В эфире программа «Медицинский квест». Мы начинаем. Отсутствие носового дыхания, атиты, храп, гнусовый голос – симптомы, которые обычно говорят о том, что у ребенка разрослись носоглодочные миндалины. Другими словами, появились аденоиды. Например, на фоне хронических респираторных заболеваний. Чаще всего подобные разрастания диагностируют у детей от 3 до 10 лет. Как тебя зовут? Василиса. А сколько тебе Василиса лет? Ну, жаль. Не знаю. Три. Три года. А что беспокоит вас? У нас аденоиды. И они нас беспокоят. Наш гость – Татьяна Любимова. Она пришла с дочерью Василисой. Почти с рождения у девочки хронический насморк. В садике ее видят редко. Впрочем, как и маму на работе. Почти все время они проводят на больничном. В последнее время сколько может ребенок проходить в сад, не болея? Рекорд наш, наверное, полтора месяца-то был. У участники квеста – три врача-отоларинголога. Каждый готов предложить Василисе свой метод избавления от проблемы. Маслов Эдуард Юрьевич – руководитель клиники ворозаболеваний для детей и взрослых группы компании МИДСИ, кандидат медицинских наук. Я считаю, что у Василиси показано хирургическое лечение. Как выяснил Маслов, в анамнезе Василиса не только многочисленные ОРВИ. За три года жизни девочка успела переболеть трахеобронхитом, дакреоциститом и отитом. А доктора Воронкова интересовало здоровье мамы. Лежала я практически перед родами с абсцессом миндалин. У вас был абсцесс миндалин? У вас тоже лор-проблемы имеются? Здравствуйте. Меня зовут Андрей Анатольевич Воронков. Я врач-гомеопат, главный врач объединения медицинских центров Аканит-Гомеомед, кандидат медицинских наук. Я считаю, что в нашем случае пациентке лучше всего подойдет гомеопатическое лечение. Осмотр маленькой пациентки провела и лор Юлия Голонова. Ночной кашель есть. Какой? Ночной. Да. Ночной, причем намного чаще, сильнее. Прямо практически дорвота. Дышит в основном ртом или все-таки носом? Она, как ни странно, ей очень тяжело дышать носом. Она дышит очень тяжело, но она не переходит практически на ротовое дыхание. Она старается им дышать. Это ужасные такие звуки среди ночи. То есть она подхрапывает и храпит всегда практически. То есть вот этот год она храпит. Да. Юлия Юрьевна Голонова, врач от Арина Ларинголог, директор сети медицинских центров Лор-клиника номер один. Считаю, что Василисе подходит консервативный метод лечения. Какой метод лечения выберет мама Василисы? Кто из врачей пройдет этот квест? Об этом смотрите далее. Уважаемые эксперты, мы готовы приступить к основной части нашей программы. Сейчас Татьяна находится в нашей второй студии. Оттуда она будет видеть, слышать и даже сможет комментировать все, что будет здесь происходить. Мы разделим нашу беседу на три части. В первой каждый из вас сможет подробно рассказать о своем методе. Во второй части задать вопросы своим коллегам. Ну а в третьей части к нам присоединится иностранный специалист. Ну что ж, мы готовы пройти этот квест. Юлия Юрьевна, первый вопрос у меня к вам. Вы осмотрели Василису. Какой диагноз можете ей поставить? Уже известно, что с ребенком? Да, на осмотре был выставлен диагноз хронический аденоидит обострения. Гипертрофия аденоидов степень 2-3. Возможно, дисфункция слуховых труб, потому что есть тянутость барабанных перепонок. Ну и вот заболевание в стадии обострения. Насколько типичен случай для врача-отерегоринголога? Это очень типичен случай для этого возраста. Дело в том, что возраст детского сада, то есть от 2 и до лет 5-6, это наибольший возраст гипертрофии аденоидных вегетаций. Нет в этом возрасте детей, у которых бы не было аденоидов вообще. То есть аденоиды действительно есть, они, как правило, второй степени. Если они не выходят за границы второй степени, не мешают слуховым трубам, не доставляют, так скажем, дискомфорта, ребенок дышит спокойно и они не ослезнены, то это, в общем-то, период расценивается как период здоровья. Если аденоиды увеличиваются, как в случае Василисы, здесь есть еще и храп во время сна. Это говорит о том, что действительно они мешают при дыхании, и уже такая вибрация есть. В данном случае, конечно, без лечения оставлять ребенка нельзя. Какой метод лечения Вы предлагаете таким пациентам? Таким пациентам, безусловно, показан консервативный метод терапии. Более 99% случаев у таких заболеваний мы консервативно справляемся в наших клиниках, когда назначается медикаментозная терапия в комбинации с аппаратным и физиолечением. У нас есть дополнительное видео, я думаю, что с помощью него мы можем увидеть, как происходит это консервативное лечение. Пожалуйста. Юлия Голанова предлагает консервативный метод лечения аденоидов. Но как она аргументирует свой выбор? Вот сейчас показан метод туалета носа с помощью электроотсоса. Нам бы ни разу так не делали. Только то, что дома я и промываю нос, и все. Почему иногда медикаментозная терапия, которую проводят родители, детям самостоятельно, не действует? Потому что капельки попадают на комок слизи, который либо сглатывается, либо отсмаркивается, эффекта нет. Это узол терапии, ультразвуковое урошение. Фотохромотерапия желтым светом, специально разработанная именно для аденоидитов. Все методы лечения, они фактически бесконтактные. Узол терапии тоже вы могли видеть, что фактически носа не касается. Это лазеротерапия красным светом. Нам все врачи сказали, что лазер в три года, она не высидит. Там очень долго надо сидеть, 15 минут с палочками в носу. Которая, соответственно, с противовоспалительным, противоотечным эффектом. Магнитотерапия. Конечно, лечение подбирается уже индивидуально. Комбинации методов могут быть различные. Уже доктор решает, какой метод назначит. Узол терапии, еще раз повторюсь, она бесконтактная. Дети любого возраста абсолютно спокойные. Как бы нет болевых никаких ощущений. Просто орошение и действие ультразвука. Ультразвук действует только через жидкую среду. То есть по воздуху не передается. А действие именно ультразвука. Любые из этих методов, они являются синергистами друг друга. То есть каждый метод совокупности, если использовать там два метода, они действуют лучше, чем каждый из них в отдельности. То есть с энергией. Как долго может длиться лечение в случае с нашей Василисой подобной? Как правило, курсы терапии от 8 дней. То есть 8 процедур. Это такой минимальный курс. Бывает и побольше. Здесь в зависимости, есть ли патология еще со стороны слуха. Эксудата в ушках не было. То есть эндоскопический метод позволяет это увидеть. Но, возможно, здесь десунцы слуховой трубы. В зависимости от того, какому мы придем результату на 8-й процедурке, возможно, еще понадобится продувание и пневмомассаж, то есть работа со слуховой трубой, чтобы она открылась и чтобы заработала. Либо, может быть, на 8-й, там, 10-й процедуре мы закончим курс терапии, и ребенок придет к такой устойчивой ремиссии. 8 дней они будут ходить на прием. Будут ходить каждый день на лечение. Что происходит дальше? Аденоиды уменьшаются? Аденоиды, то есть мы снимаем отек с аденоидов. Соответственно, естественно, исчезает ослезнение. Вот то, что происходит, кашель снимаем ночной и вот в течение дня, которое у ребенка есть из-за затекания слизи по задней стенке глотки. Носик очищается, аденоиды сокращаются. Ультразвуковая терапия, перузол терапия, очень хорошо уменьшает в объеме ткани, как носовые раковины, так и сам аденоид. То есть наша задача здесь не такая, чтобы аденоиды совсем исчезли, они никуда не денутся, но чтобы они сократились настолько, чтобы они не мешали работе слуховых труб и чтобы они не мешали дыханию. Учитывая, что именно этому врачу Василиса лучше всего вообще все показала, то, возможно, от врача зависит, пойдет ребенок на тот же лазер на 15 минут сидеть или нет. Андрей Анатольевич, как считаете вы, может ли консервативное лечение помочь Василисе именно в этом случае? Что ответит гомеопат представителю классической медицины? Консервативное лечение, конечно, Василисе поможет, и все то, про что говорила Юлия Юрьевна, это я с огромным уважением отношусь. Но мне кажется, что это только временная мера достичь какой-то ремиссии. Естественно, в таком состоянии, в каком сейчас девочка, это архиважно, потому что тут положение такое, на переломное, можно сказать. Если вовремя полечить, все обойдется, а если запустить, то лучше не думать про это. Но потом что делать потом? Дело в том, что здесь изначально, конечно, тут иммунная недостаточность какая-то. Имеется врожденная, либо приобретенная в силу каких-то причин, связанных с другими органами и системами. Чаще всего это бывает связано с пищеварением, но там возможный вариант. Это единственный врач, который меня спросил про беременность, про мою и про мои болезни. Помочь в этом может наше гомеопатическое лечение, потому что мы можем не только ликвидировать вот это обострение, но и решить проблему в корне. То есть разобраться с первопричинными заболеваниями и подобрав соответствующие препараты. Довольно такая тяжелая процедура подбора. Тяжелая для врача, а не для пациента. Ну вот для Василисы из гомеопатии мы пробовали всего пару средств. От них эффекта не было. Но тем не менее я ее не исключаю. Наоборот, даже положительно к ней отношусь. То есть аденоиды, да, они там сокращаются где-то до первой степени, но в такой степени они нужны. То есть они выполняют свою барьерную функцию. Но если иммунитет будет нормальный, то ребенку тогда уже, ну, можно сказать, ничего не угрожает. Он может посещать детские учреждения, где не будут обмениваться все инфекции. Может случайно промочить ноги. И если все будет в порядке, то иммунитет будет в порядке, то он выдержит. Вы можете рассказать чуть подробнее нашим зрителям и Татьяне, ну и мне в том числе, каким образом гомеопатическое лечение может воздействовать на уже воспалившиеся аденоиды? Ну, как и всякое лечение, есть разные схемы. В данном случае будет подобрана, как мы называем, острая схема, чтобы быстро привести ребенка в порядке с помощью, в нашем случае, гомеопатических препаратов. Лечение, оно происходит достаточно комфортно для пациента. Даются гомеопатические препараты, но в большинстве случаев это сладкие шарики, пилюли, официальное название гранулы, которые родители самостоятельно дают. Такой экстрасрочный, так назовем, курс, где-то около недели он способен будет привести пациента в равновесное состояние, и тогда уже надо пересматривать концепцию и подбирать уже глобальное лечение, то, которое будет воздействовать на первопричину заболевания. Для этого, конечно, используем всяческие методы обследования, в том числе и традиционно принятые в клиниках, то есть УЗИ, гастроскопии, если надо, лоресли, рентген, в общем, все, чем располагает современная медицина. Плюс у нас есть свои специфические методы исследования, электропунктурная диагностика. Для чего это необходимо? Это, опять же, необходимо для выяснения первопричины заболевания. Вот тоже врач, опять же, этот хочет разобраться, откуда началось. Он даже спросил про характер Василисы. Так, предположим, если недостаток иммунитета при всем хорошем питании, там, обслуживании в условиях проживания, ну, ребенок болеет, значит, что-то, наверное, не усваивается. Хотя кормить его, может быть, хорошо или даже очень хорошо. Наверное, причина не только в лорорганах, но и где-то в органах пищеварения, которые не позволяют усвоить вот эти необходимые микроэлементы, витамины и прочие вещества. Поправьте меня, если я ошибаюсь, правильно я понимаю, что вы будете лечить не аденоиды, не хроническое воспаление, а те композиции, которые вы назначите, Василис, будут воздействовать на какие-то внутренние сбои, внутренние процессы. Да, это правильно, да. Гиппократ говорил, что лечить нужно не болезнь, а больного. В нашем случае это исполняется очень верно. Спасибо большое, Эдуард Юрьевич. Я понимаю многих родителей, которые хотят щадящим, простым методом, не прибегая к хирургическим методам лечения, вылечить своего ребёнка. Тем более, когда он такой маленький, когда ему 3 года, и просто страшно отдавать его хирургу. Как вы относитесь к консервативным методам лечения аденоидов? Резать или нет – самый популярный вопрос. Эдуард Маслов отвечает на него как истинный хирург. Несмотря на то, что в нашей клинике очень часто и ежедневно делаются операции по этому поводу, я считаю, что лучшая операция – это ту, которую ты не сделал. И если есть возможность не делать операцию, то, конечно, её не надо делать. Но давайте посмотрим на диагноз, давайте посмотрим на ребёнка. Мы говорим, что аденоиды второй, третьей степени. Третья степень – это, в общем-то, уже заключительная степень, когда аденоидная ткань мешает дыханию ребёнка. Мы говорим о хроническом аденоидите. Не просто гипертрофии аденоидной ткани, а хронический аденоидит. Анамнез. Ребёнок болеет более года. Я думаю, что и за этот год ребёнок проходил, и не один курс лечения, и болезнь возвращается. Миллион курс лечения мы проходили. Дальше. При осмотре также отмечается гипертрофия нёбных миндалин. Гипертрофия второй степени. Ну, это примерно одна ткань, и всегда это сочетается. И в данном случае я, может быть, даже рекомендовал не только удалить аденоиды, но и нёбные миндалины привести в порядок для того, чтобы предотвратить рецидив. Это вообще такой сложный для меня вопрос, потому что я сейчас решаю, удалять ли себе миндалины. А каким образом привести в порядок нёбные миндалины? Не удалять их? Нет, мы их не удаляем целиком. Мы удаляем гипертрофированную ткань, приводим их до уровня передних нёбных душек. Все функции нёбных миндалин сохраняются, но мы даём возможность ребёнку не вызвать такую гипертрофию. Дальше. Было родителями сказано, что у ребёнка храп. Не только храп, но и апноэ, которые иногда возникают у ребёнка даже вне болезни. Наличие апноэ является абсолютным показанием к оперативному лечению. Потому что апноэ – это жизненно опасное состояние. И когда у ребёнка есть апноэ, я считаю, что все дискуссии по поводу необходимости или отсутствия необходимости операции, они закончены. Есть мнение, что аденоиды – это иммунно важный орган для ребёнка. В том случае, если мы его удаляем, ребёнок остаётся без иммунной защиты. Ну, это не совсем так. Смотрите, во-первых, иммунная защита состоит из целого кольца, в который входит аденоидная вегетация, нёбная, язычная, миндальная, лимфоидное образование задней стенки, глотки. И это вот лимфоидное кольцо пирогово, оно и создаёт иммунную защиту. Потом операция называется аденатомия. Аденатомия – это отрезание части чего-либо. То есть, да, мы стараемся удалить аденоиды максимально полностью, но анатомически это невозможно сделать, потому что они не имеют капсулы. И всегда какая-то лимфоидная ткань остаётся, и она берёт на себя функцию защиты. Ну и потом мы говорим об удалении больного органа. Если никогда не... Доктор должен чётко оценить, орган больной или здоровый – это хронический аденоидит компенсированный, который может быть вылечен, или это декомпенсированная форма, за которую бороться уже не стоит, и сам вот этот орган, он приносит вред ребёнку. При правильно поставленном диагнозе и понимая, что консервативное лечение не приносит никакой пользы, надо принимать решение о хирургическом вмешательстве. А консервативное лечение может не принести пользы? Эффективность метода Юлии Голановой ставится под сомнение. Что скажет врач в его защиту? Может, но в данном случае ребёнок пока не пробовал, так скажем, у него не было комплексного подхода, комплексного лечения. Почему я ратую всё-таки за консервативный метод? Я абсолютно согласна в плане храпа, это действительно очень важно, заметил Эдуард Юрьевич, действительно показания к удалению. Но если мы такого ребёнка в условиях именно амбулаторной поликлинической медицины попробуем полечить с промыванием, с туалетом носа, с узолом, с лазеротерапией, которые тоже воздействуют и иммуномоделирующим эффектом обладают, и противоотёчным, и противовоспалительным, бактерицидным эффектом, я думаю, что в этом случае мы можем достичь очень хорошего эффекта. В том числе может уйти и храп. Ну вот это мне интересно, особенно промывание и туалет-нос, про который она говорила и спрашивала, меня делали ли мы. Потому что мы этого ничего не делали, и никто этого не советовал нам даже. Безусловно, я здесь соглашусь с коллегой, если храп не уйдёт, если опной не прекратятся, конечно, мы тоже посоветуем удаление. Но так как ребёнок такого комплексной терапии ещё ни разу не получал, я думаю, начать надо именно с неё. Скажите, в какой момент доктор понимает, что консервативное лечение не поможет? В любом случае надо пройти полный курс терапии, посмотреть, сократятся ли аденоиды, потому что здесь возможны варианты. Но, как я уже сказала, в условиях клиники мы видим, у 99% детей мы справляемся с проблемой, но есть вот этот 1%, который мы действительно направляем на хирургическое лечение. Да, Андрей Анатольевич, что касается... Я считаю, что надо начинать, конечно, с консервативного лечения. Хирургия окончательно отрицать нельзя ни в коем случае. Она действительно спасает, но это действительно крайняя мера, когда уже все консервативные методы были исчерпаны. В данном случае консервативного лечения адекватного, можно сказать, не проводилось вообще. Чисто симптоматическое лечение по ситуации. Сопли перестали, лечить перестали. А вот комплексы проведено не было. Можно ли сочетать гомеопатическое лечение с терапевтическим? Вполне. Вот это самое хорошее будет, если такая клиника, такое сочетание будет. Извиняюсь, что вторгаюсь немножко. Я не совсем согласна. Я думаю, что все-таки это надо немножко разделить. Зачем? Сначала провести медикаментозное физио, а затем гомеопатию. Вы не согласны? Нет, а зачем терять время? Одно другому не мешает, конечно. Нет, ну, коллеги, смотрите, мама четко сказала, что данные жалобы у нее появились год назад. Я так понимаю, что в течение года мама все-таки, наверное, занималась с ребенком. Да, мама ходила с ребенком. И проходила лечение. Но не было. Ведь невозможно пройти все клиники города. Вот давайте здесь полечимся, давайте здесь полечимся. Мы имеем годовой анамнез. Давайте будем тянуть дальше, смотреть, как это будет. Решение, конечно, за родителями. Но я считаю, что все показания для оперативного лечения у данного ребенка есть. Резать однозначно. Эдуард Маслов считает, что родители Василисы просто теряют драгоценное время. Давайте подробнее расскажем, просто как проходит эта операция. Стоит ли ее так бояться? На данной картинке мы видим это небные миндалины, которые еще народ называет гландами. И за мягким небом находится аденоидная ткань, аденоидная вегетация. Методы выполнения этой операции, они шагнули далеко вперед. Если кто-то помнит, а родители часто рассказывают то, что они помнят, как им удаляли аденоиды, когда их привязывали к стулу, или медсестра брала их за руки, и какой-то страшной железкой без всякой анестезии ребенку залезали в рот и что-то там вместе с кровью удаляли. Сейчас основным условием и обязательным условием при выполнении данной операции является, во-первых, общая анестезия. Что она нам дает? Вы говорят, что общая анестезия, а наркоз – это страшно. Это не страшно. Как раз общая анестезия, наркоз – это полностью управляемое состояние. Как же не страшно, если это на сердце. Все говорят, что это влияет на сердце в дальнейшем. Те осложнения, которые, к сожалению, бывают и до сих пор, и самые печальные во время производства этой операции, они все, по статистике, которую отслеживаем мы каждый год, они все происходят под местной анестезией. Вот в данном состоянии, как вам кажется, надо какое-нибудь предварительное лечение? Или прям сразу, вот сегодня, завтра она приходит в клинику, девочка, и вперед? Ну, в принципе, в таком состоянии, как она сейчас, обострение хронического аденеидита, это вот сейчас она просто течет у нее из-за болевания. То есть вот ее хронический аденеидит вот так протекает. И я не вижу необходимости там как-то пролечивать антибиотиками еще чего-то ребенка, потому что, ну, сама операция – это и есть лечебная процедура. Ну что ж, уважаемые эксперты, я предлагаю просто продолжить нашу дискуссию во второй части программы буквально через несколько минут. Решиться на операцию, согласиться на полный курс консервативного лечения или прибегнуть к помощи гомеопатических препаратов? Ответ на этот вопрос ищет Татьяна Любимова, пациентка нашей программы. Андрей Анатольевич, помимо гомеопатических препаратов, какое-то дополнительное лечение используете? Промывание носа дома солевым раствором, увлажнитель, воздух хороший, покупаем, ездим ли на курорты морские и так далее? Да, все это мы стараемся рекомендовать. Сами мы у себя в клинике не имеем такой возможности, ну, в силу специфики. Но обязательно рекомендуем заниматься всем вот этим. Естественно, вот в таком состоянии, как сейчас, девочки, я бы очень бы советовал прибегнуть к помощи то, что предлагает Юлия Юрьевна. Это достаточно быстро приведет ее в стабильное состояние. Мы можем оценить статус-кво, то есть не в момент обострения, а в момент, как вне обострения. Хотя тут позиция шаткая. Конечно, мы рекомендуем и санаторный курорт для лечения, и промывание. Ну, сейчас в современных аппаратах, которые принимаются дома, есть возможность. Все это достаточно сложно, ими нужно уметь пользоваться. Я знаю, что вы сами в прошлом хирург. Но, тем не менее, хирургический метод лечения вы считаете не самым эффективным. Все зависит от ситуации. Правильно сказал Эдуард Юрьевич, что есть абсолютные показания к операции. В частности, апноэ, ну, да, наверное, согласен. Но что остальное, там, гипертрофия третьей-четвертой степени, не знаю. Когда, конечно, гнойник, но абсцесс, тогда разговоров нет. Тогда надо оперировать однозначно. Однозначно удалять очаг инфекции. Пока еще аденоиды не превратились в очаг инфекции, пока они еще выполняют свою барьерную функцию, я считаю, что их нужно беречь. То есть пациентам, которым вы не можете помочь при помощи назначения гомеопатических препаратов, вы отправляете к хирургам? А, скажите, пожалуйста, вот ваш курс лечения, он насколько длительный? И через какое время пациенты возвращаются обратно с обострением? Ситуация предсказуема. У хирурга возникли вопросы к гомеопату. Что ответит Андрей Воронков? Ну, если хорошо проечить, пациенты с обострением возвращаются лет через 10-15. Причем с другими болезнями, которые они приобретают уже в зрелом возрасте. Зависит от исходного состояния. В среднем, чтобы привести пациента из острова в состояние хронической ремиссии, до невыздоровления, ну, это недели-две. Чтобы провести такое закрепление, там уже у каждого по-своему. Ну, где-то от месяца до года. Они такие маленькие сроки говорят, что, мне кажется, я просто не к тем врачам до этого обращалась. Обычно все-таки это болезнь детского возраста. Хотя, как-то у меня был один мальчик в 48 лет, и ему удалял аденоиды. Был. Вот. Но это исключение. Чаще все-таки это от детского сада до среднего школьного возраста. И вот рекомендуете ли вы во время лечения не посещать детское учреждение, или это не мешает? Ну, конечно, лучше не посещать. Если вот как в нашей ситуации, то при наличии возможности лучше не посещать. Обострение, оно является противопоказанием? Или нужно снова тогда останавливать ваше лечение, идти к педиатру, делать промывание кукушки, потом снова к вам? То есть вот этот круг, он как долго должен крутиться? Ну, а останавливать лечение не нужно. Если мы подобрали схему, схема лечения зависит от состояния пациента. Как это? Подобное лечим подобным. Вот в настоящий момент такая-то ситуация, на завтра она поменялась, соответственно, нужно менять назначение, нужно отслеживать ситуацию. Прерывать лечение, гомеопатическое лечение смысла нет. После того, как вы сняли вот эти острые симптомы, да, о которых мы говорили в первой части, как долго лечить? Мы подбираем уже то, что на глубинные вопросы. Ну, там очень сложно отвечать на этот вопрос. Где-то от месяца до полугода. Год, два, три – это много. И еще вопрос, если можно. Насколько часто при лечении гомеопатии происходит выздоровление через обострение? То есть я знаю, что иногда в принципе гомеопатия на усиление симптомов. Ну, есть такая методика, да, где-то процентов 5 случаев. Мы вот как раз, когда пробовали гомеопатические вот эти вот гранулы, нам и говорили, да, вот так вот, что сначала будет обострение в любом случае, а потом уже улучшение. Вообще разные стилизи школы гомеопатии тоже своя теория. Много всяких школ. Некоторые гомеопаты классические, они считают, что обострение должно быть обязательно. Иначе мы там не выйдем. Я придерживаюсь другой, более спокойной точки зрения. Я стараюсь вылечить без обострения. Но есть случаи, когда это невозможно. Не наш случай. Это кожные заболевания, суставные заболевания. Там, как правило, даже радуетесь, когда вызывается обострение. Если в данном случае девочке назначить гомеопатическое лечение, то обострения как такового не будет. Но будет проявляться тем, что у нее резко увеличится количество отделяемых, износа носоглотки. Но это будет не обострение, это дренаж будет происходить естественным образом. Если вы нам поможете все дело эвакуировать, будем вам отдельно благодарны. А вот я что-то... Мне сейчас только что мысль пришла в голову. А нет у вас опыта лечения вашими методами после операции? Вот если даже бывает операция, надо обязательно лечить гомеопатию. Потому что остается нерешенная одна проблема. Это общий иммунный статус организма. Гомеопатию поправить, ну это не слишком. Идуард Юрьевич, вы это имели в виду? Что именно лечить после операции? Ну, бывают такие случаи пациента, да, я рекомендую, все, я сдаюсь. Не могу сдаться там. Когда мы удалили основную причину заболевания, и вот весь организм отдать в руки гомеопата. Это вот самый хороший метод. У вас есть опыт такой? Да, конечно. Потому что бывают дети, часто бывают рецидивы после таких заболеваний. Процент я не могу сказать, но мне кажется, он достаточно высок. 20-30 процентов. Процент рецидива, в принципе, по данным литературы, составляет от 8, по другим данным, до 15 процентов. И чем младше возраст ребенка, тем процент осложнения, он, к сожалению, больше. Для того, чтобы совесть родителей была спокойна, они должны попробовать все. Но если бы ребенок пришел и сказал, вы знаете, вот все было хорошо, а полтора месяца назад вот у нас начались такие жалобы. Я бы сказал, конечно, лечить. Вот. Но, опять-таки, мы принимаем за истину то, что ребенок год лечился. Ну, он неадекватно лечился. Ну, вот адекватность лечения, она всегда, я думаю, что те доктора, которые его лечили, они, наверное, считают, что они его лечили адекватно. Мне почему-то так кажется. Я не знаю. Ну, вот дело в том, что, ну, как адекватно, вот мама рассказывала, ребенка полечили, до конца не прошло, он все равно продолжается сопли, идет сад и все по-новому. Ремиссии практически никогда не было. Это значит, просто недолеченно мы его выпускали. А может быть, у него уже такой хронический воспалительный процесс, что его невозможно вылечить, окончательно? Я думаю, что возможно. Ну, вот то, о чем вы говорили, действительно, строение аденоида, оно таково, что имеет тоже и крипты, и лаконы, как и миндалины. И действительно, там остается слизь, да, остаются какие-то гнойные, возможно, пробки, с которыми он идет опять в детский сад. Если бы он был пролечен хотя бы, ну, так скажем, электроотсосом, все это убиралось, да, из носоглотки, потому что в таком возрасте, как правило, тем более от двух до трех лет, наверняка ребенок еще и нормально сморкаться там не мог. И, естественно, все это оставалось, с этим он и шел. Даже если он в это время принимал антибиотики, но до конца эвакуации слизи не было, то, ну, то же самое. Я думаю, что в любом случае надо обязательно попробовать хорошо пролечить, а потом уже делать выводы. И параллельно действительно обследовать, чтобы понять, а нет ли там какого-то еще аллергического фона, потому что ребенок-то болеет, в общем-то, не с момента того, как он в детский сад пошел, а гораздо раньше начал болеть. Независимо от того, что ребенок в семье один, старших братьев, сестер нет, то есть контакта постоянного. Я здесь еще, знаете, хотела предостеречь немножко родителей от попыток самостоятельного лечения, да, сейчас разные методы в домашних условиях, когда они там какими-то спинсовками там пытаются промыть или какими-то приспособлениями, которые продаются даже в аптеках. Как правило, это не приводит ни к чему хорошему, потому что действительно может привести к плохому. Действительно, можно и слуховую трубу вместе со слизью все это, так скажем, замыть. Я совершенно согласен с коллегой, потому что, ну, всех на слуху всякие промывалки для носа, и каждый день практически приходят дети в клинику, которые после промывания намывают себе в слуховую трубу и в барабанную полость вот это все, с сопли, которые есть, они попадают в барабанную полость, и вот приходят уже там с хорошим отитом, который приходится лечить, вплоть до иногда, да, вскрытия барабанной перепонки. Орошать, наверное, можно, но вот промывание, нагнетание каких-то лекарств под давлением, я считаю, что это все, я бы это делал, сказал, что это вот опасно для здоровья ребенка. Главное, что мы об этом предупредили. Юлия Юрьевна, к кому из экспертов есть вопросы у вас? Все-таки, еще раз, Эдуард Юрьевич, ну, достаточно вы мягко оцениваете риск наркоза. Как вы, вот что еще можете сказать, потому что все-таки наркоз... В три года. В три года. Ну, я понимаю, когда у ребенка, там, аппендицит, да, или что-то там, перелом какой-то, когда действительно по жизненным показаниям мы должны наркоз дать. А когда, так скажем, такой ситуации нет, вот насколько высок риск, и как часто у вас в клинике бывали какие-то осложнения, и бывают ли вообще на наркоз, вот сейчас сталкиваетесь ли вы с этим, что плохо выходит из наркоза, тяжело переносит, там, рвота, тошнота, головокружение, может быть, какие-то там, не знаю, галлюцинации после, ну, то есть, вот что-то такое бывает, или вот действительно это так все хорошо, как вы рассказываете? Ну, смотрите, наркоз – это искусство доктора-анестезиолога. И, конечно, когда ты идешь в операционную, ты должен быть уверен в анестезиологе даже больше, чем в себе, потому что если мы отвечаем за орган, то он отвечает за все состояние ребенка. Конечно, если у вас неопытный анестезиолог, если у вас какое-то оборудование, которое там под вопросом, если вы пользуетесь не современными препаратами, если ребенок у вас перед операцией не обследован, то, конечно, риски наркоза имеют право быть. Ну, вот мой опыт уже, наверное, больше, чем 25 лет хирургический, и я за собой вожу, там, ну, получается, там, иногда я за собой вожу своих анестезиологов. Но он уверен. А как мне, придя к нему, быть уверенной в его анестезиологах? За последние 10 лет, вот работая уже не в государственной, а в коммерческой структуре, слава богу, у нас ни одного осложнения не было. Да, некоторые дети пораньше выходят из наркоза, некоторые спят чуть дольше, но, во-первых, мы никогда не форсируем просыпание ребенка. Он просыпается не на препаратах, а естественным путем, поэтому лучше подождать какое-то время, пусть он сам проснется, а не будить его специально. Вы сказали про аппендицит. Я знаю, что некоторым деткам сейчас даже зубы лечат под наркозом. И правильно делают. Я могу сказать, что мы не только зубы, мы часто, вот, у нас симультантные операции проходят. То есть одновременно, если, например, ребенку нужно пролечить зубы, и, например, что-то сделать в нашей области, там, в вор органов, иногда даже, там, урологи, там, что-то там делают. Это все проходит в одну операцию, и дети очень хорошо переносят. Да, конечно, если это можно сделать в одну операцию, чем меньше наркозов, тем лучше. Поэтому мы собираем разные заболевания в одном месте. У нас много профильной клиники, и мы можем сделать все это в одном месте. Вы знаете, я думаю, что все равно нельзя забывать. Вот это к вопросу как раз о выборе клиники, о выборе достойной, действительно, клиники, где, если будет прибегнут, так скажем, уже к оперативному лечению, что, действительно, тоже ее надо тщательно выбирать. Но и нельзя забывать о том, что насколько быстро из организма выводятся любые лекарственные вещества. То есть если на молекулярном уровне изучать, да, любой препарат, он может, молекула, там, вещества, может курсировать годами в организме. Поэтому никогда нельзя легко к этому относиться. К любой операции надо относиться как к операции. И всегда думать, да, стоит ли даже под наркозом лечить зубы. Но здесь вот действительно правильный подход в том, что лучше их совместить вообще в одну, если там есть необходимость вмешательств хирургических в разных областях, действительно, чтобы однократно дать наркоз, а не там, не каждые там полгода ребенку. Большое спасибо за ваше мнение, Андрей Анатольевич. У вас остались вопросы к коллегам? Ну, наверное, нет. Я так получил нужную мне информацию. Еще я хотел уточнить у Эдуарда Юрьевича, значит, 8-15% по разным данным рецидива после аденотомии. Ну, это по данным литературы. По данным литературы. И когда надо прибегать к повторной операции? По моему опыту в нашей клинике это от 1 до 2%. Вот за 10 лет. Спасибо. Это же совсем немного. Ну, 1-2 немного. 8-15 много. Большое спасибо за четкие и развернутые ответы. Ну, а буквально через несколько минут к нашему разговору присоединится врач от Ирина Ларинголог из Дамаска, Эсберлина. Все это время на связи с нашей студией был специалист, от Ирина Ларинголог, хирург Эсберлина из Дамаска. Лина, здравствуйте. Надеюсь, что вы хорошо нас слышите. И первый вопрос у меня будет такой. Как вы относитесь к гомеопатическому методу лечения? Здравствуйте. Попробую ответить на все ваши вопросы. По поводу гомеопатии могу сказать, что я данный метод не практикую и его не назначаю. Работают ли в нашей стране с этим методом или с гомеопатией? Тоже могу сказать, что нет. Не практикуется и не назначается пациентом. А какой метод лечения предложили бы вы? С учетом того, что у него третья степень аденоидов и ребенок дышит ртом, значит, у него осложнение с носовым дыханием. Он не получает достаточный уровень кислорода. Поэтому, конечно же, я бы посоветовала удаление аденоидов. Тот хирургический метод, о котором говорите вы, чем-то отличается от метода, предложенного нашим доктором Эдуардом Юрьевичем? Я вам сразу же расскажу про метод, который практикуется и считается самый современный метод, инновационный. И называется это эндоскопическое удаление аденоидов шейвером. Или еще есть такое название – микродепрайдер. Расскажу вам подробнее чуть-чуть. Это инструмент, который заканчивается маленьким лезвием. Лезвие вращается и удаляет лимфоидную ткань. Я благодарю нашего эксперта Эдуард Юрьевича. Я так поняла, что особенных отличий нет. Ну, в принципе, шейверная аденотомия – это тот золотой стандарт, который мы сейчас делаем. Принцип действия один, да, что вращается лезвие в окошечке, и вот этим окошечком оно удаляет ткань, всю аденоидную ткань. Спасибо большое. Я думаю, что настало время пригласить в эту студию нашего главного героя. Татьяна, проходите к нам, пожалуйста. Пожалуйста, рассказывайте, остались ли у вас какие-то вопросы к нашим экспертам. Да, у меня есть вопрос по поводу наркоза во время удаления аденоидов. Никак наркоз не повлияет на сердце ребенка, потому что это, наверное, основное опасение, что именно на сердце откладывается отпечаток от наркоза. Мне кажется, вокруг наркозов существует множество мифов, которые уже обросли какими-то страшными страшными, что, не знаю, что страшнее наркоза, ничего нет, только атомная война. Наоборот, то есть, еще раз говорю, наркоз – полностью контролируемая, управляемая ситуация. И риски при наркозе, они минимальны. Татьяна, у вас 12 и 12. Консервативное лечение и хирургическое. Вы все-таки так и не можете определиться, как лечить свою дочь? На самом деле, мне, пока я слушала, было даже немного не по себе, потому что я соглашусь с мнением о том, что мы не до конца лечили ребенка. Мы действительно на 100% не перепробовали все, что могли. И вот тут как бы ни звучала такая фраза немного странно, как «совесть родителей» – это действительно есть. Родитель, как мне кажется, ему будет совестно пойти сразу на удаление, пока он не перепробовал все. На самом деле, за год я действительно устала лечить медикаментозно, устала от того, что ни один врач не посоветовал и не направил нас нормально на физпроцедуры. И гомеопатию немножечко мы пробовали, она не привела к положительному результату. Но теперь я вот думаю, может быть, это потому что был не тот специалист. Я на самом деле, перейдя на передачу, я думала, что я все-таки приму решение удалять, потому что я уже к этому, в принципе, готова. Из-за того, что я устала водить ребенка к врачам, что постоянно ей лезут в нос, постоянно. Я вот, как вы сказали, с разговорным словом «соплятсос» перед ней прыгаю, и она уже боится всего этого, как огня. Но на самом деле, мне кажется, что я все-таки попробую физиопроцедуры. Я попробую сначала все-таки сделать обследование всего организма Василиса, как вот предлагали мне там внутренние все органы проверить. И вот после того, как я все сделаю, если от этого не будет никакого результата, морально я готова уже к удалению, потому что получила очень много информации. И теперь мне не кажется это таким страшным, как казалось до этого, что это конец света — удалить аденоид. Вот так. Я думаю, что ваше решение было верным. Я в этом более чем уверена. Я тоже надеюсь. Если мы будем следить за развитием ситуации в вашей семье, я благодарю наших экспертов за то, что вы нашли время и приняли участие в нашей сегодняшней программе. Спасибо большое. Напоминаю, что с вами была программа «Медицинский квест». Увидимся. Медицинский квест пройден, но с выбором главной героини согласны не все эксперты. Ну, в любом случае решение принимают родители. И пока родители не поймут для себя, что вот уже пришел тот момент, что нужно оперировать, конечно, об операции речь не идет. Я думаю, что от того лечения, которое будет проведено нашими коллегами, еще раз для успокоения совести мамы хуже ему не будет. Ну, а дальше, если будут продолжаться болезни, будут продолжаться те же жалобы, тогда, наверное, мама сможет изменить свое решение. Правильное, взвешенное решение. Далось оно маме, видимо, с большими душевными напрягами, но надо попробовать сделать все, чтобы вылечить девочку консервативную. Но еще мне понравилось то, что мама успокоилась, у нее обретлась какая-то ясность, что не все потеряно. Ну, а маме легче, соответственно, и девочке будет легче тоже. Я рада за Василису. Считаю, что лечение действительно выбрано правильное. Надо сделать все для сохранения аденоидных вегетаций. Я думаю, что мы ей поможем, сократим аденоидные вегетации, и ребенок будет спокойно дышать носом. Продолжение следует...